Всем привет! Сейчас смотрим, это Эляйн. А это Абудаби! Это Абудаби, да. Абудаби и Моречка. Это Абудаби, дорогие мои подписчики. Абудаби. Абудаби – столица Объединенных Арабских Эмиратов. Наверное, вы все были уверены, что столица – это Дубай. Нет, Абудаби – самый огромный эмират эмиратов. Всем привет! С вами снова училка физкультуры в Эмиратах. И сейчас урок географии. Посмотрите, какой огромный эмират Абудаби по сравнению с другими. 100% вы были уверены, что самый большой эмират – это Дубай. Нет, теперь смотрим. Дубай, Шарджа, Умалькувейн, Рассельхайм, Фуджера и маленький Аджман. Вот такой вот огромнейший эмират Абудаби. А где же мой Эляйн спрятался? Ну, вон же он, справа, параллельно Абудаби, на границе с Аманом. Как мы видим, от Эляйна все города, все курорты очень-очень далеко. Поэтому на недельку нас отпустили. На мидлбрейк есть такие серединные каникулы. И мы решили поехать в Абудаби отдохнуть хоть немножечко. Сейчас наслаждаемся видео. Вот Сунил наш супер водитель. Супер надежен. И въезжаем в Абудаби. Кстати, еще одна причина, почему мы выбрали в Абудаби. Эляйн принадлежит к эмирату Абудаби. И на обратном пути нам не нужно сдавать ковид-тест. Как это делал Сунил. Взяли у Сунила документ вам показать. Вот если вы выезжаете за границу Абудаби, то есть другие эмираты, при въезде в Абудаби вы должны обязательно делать ковид-тест. Из пальца кровь стоит он 50 дирхам. И обязательно вам выдают бумажку. И с этой бумажкой вы уже проезжаете все границы. А вот если вы едете Эляйн-Абудаби, никакого такого вот перми-то не надо. Поэтому, конечно же, мы выбрали Абудаби. Народ, всем привет! Вот мы в отеле. Наш отель тоже Рэдисон, как и в Эляйне, где у меня клубная карта. Рэдисон Блю Хотел Инкорниш. Корниш это набережная. Вот мой отель, уже приехали. И нам сразу дали номер. Мы приехали в час 30, несмотря ни на что, на то, что заселение в 3, почему-то выселение в 12. Нам сразу дали номер. Вот, ставлю уже плюс этому отелю. Номер дали сразу. Сейчас пойдем и заселимся. Так, заходим в отель. Вот ты какой отель Рэдисон Блю, другой. Вот Security тоже помог нам занести наш багаж. Набрали мы на эти 4 дня много. Отель и рецепция. Кстати, не представила звездность. Звездность отеля 5 звезд. 5 звезд Абу-Даби. Сейчас вот посмотрим, что за такие у нас 5 звезд. Это, как я понимаю, киосная улочка сувенирчиков. Кстати, нам сказали, у нас самый последний, 10 этаж. Здорово. Посмотрим, что это у нас здесь. Камешки, полотенечко, вот такие шампуськи и крема. Это я люблю. Здесь это все качественное. Мне в Рэдисоне нравится. Здесь, конечно, в докоронавирусные времена видно работала кофеварка, всякие круассанчики, такой себе барчик небольшой. Ну вот, холмы прошли очень быстро. Дальше есть банкоматик. Снова такие милые седлушечки. Рояльчик. Подъемчик вверх, лесенка. Куда мы не пойдем сейчас. Мы сейчас заселимся и попробуем сходить на обед. Потому что обед у нас тоже включен. Мы себе взяли фуллборд. Это значит завтрак, ужин и обед. Да, вот лифтик. Сейчас мы сюда и пойдем. И поднимаемся мы к нам на этаж. Ого, скорость какая. Ого, вид какой. Здравствуйте, агудапские небоскребчики. Приехали, быстро. Выходим из лифта. Идем искать наш номер. Ага, нам сюда. Чувствуется, в отеле сделали ремонт. Действительно, это было в отзывах. Люди писали, кому-то это мешало. Хотя ремонт делался днем. Да, вы знаете, чувствуется и такой запах чуть-чуть. И я вам скажу даже, что очень-очень чистый отель. Я во многих отелях была. Отель чистый. Комната, откуда выехали только что. Ага, это, видимо, комната для уборки свободна. А этот значок, значит, красненький. Не надо заходить, мешать людям отдыхать, выполнять уборочку. Так, вот идем в наш номер. Вон уже наши вещи возле номера. Все, сейчас будем заходить и делать вам обзорочку. Вот наш номер. Уже мы открыли дверь. И идем смотреть. Так, что у нас здесь? Рассматриваем, конечно же, туалет сначала. Зеркало увеличительное. Рукомойничек. Вот это вот то, что я люблю в Redis. Они действительно качественные. Туалет. И с полотенечками такая душевая кабина. Телефон есть. И что-то случилось? Звоните, вас приведают, спасают и ржут, конечно. Вот такая у нас кровать большая. Ого, экран телевизора. Придется все-таки посмотреть. Вода и лянь, спасибо. Так, ведрышко для льда, видимо. Ага, холодильничек. Открываем шкафчик. Полочки, сейф есть. Это хорошо. Еще шкафчик. Ага, и гладильная досточка, и утюг есть. Есть вешалочки. Прекрасно. Картины, лампочка, кроватка, телефончик снова. И вид у нас на небоскребы, похоже. На небоскребы. О, даже чуть кусочек моря. Хотя мы за это не платили. Прекрасно. Прекрасно, прекрасно. Ага, да, окна здесь не открываются. Я помню, люди писали в отзывах. Вот такой у нас номер. Пять звезд Абу-Даби. Тапочек не было. Я пошла, нашла девушку, которая работает на уборке. И тапочки нам сразу быстро принесли. Потому что мы свои тапочки не взяли. Теперь очень удобно. У нас есть тапочки. Кстати, видите пакетики, висящие на дверях? Это еда. Еда для людей, которые сидят на карантине, а точнее ждут анализов. То есть люди приехали, сдали тест. Тест готов в течение 6-12 часов. В это время нельзя выходить из номера. Но можно и нужно кушать, поэтому еду приносят под дверь. Очень много таких пакетиков мы встречали. Сначала не понимали, что это за доставка такая. Как оказалось, это просто еда для людей, которые пока на карантине. Не болейте. Всего вам доброго. Вот лифт. Обычный, но вместительный. И вот он вид. Вот это вид. Так, установились. Похоже, сейчас кого-то подберем. Так. Вот он видосик с небоскребами, наконец-то. И вот залив шикарнейший. Вон вдали Emirates Palace. Самый крутой отель, похоже. И приехали. Приехали на граунд-флор. Выходим. Ресторан Бока. Не знаю, Бока, Боча. Как это работает, я не знаю сейчас. Что-то вообще немного людей на обеде. Ага. Непонятно пока. Как оно здесь все происходит. Привет, если вы. О, привет, здравствуйте. Здравствуйте. А вы здесь давно отдыхаете? Только вот приехал. А, только с нами приехали. Да. Желаю вам хорошего отдыха, как и нам. Ничего, я вас в YouTube выложу. Спасибо большое. Хорошего вам отдыха. Любавки, слава. Вы знаете, как это все работает? У нас обед, нам подходить, ждать. Я вот спросил его то же самое. Говорю, мне сказали, заказывать что хочешь. А как, говорю, я телефон не нашел, мне номер. Все хочешь, только яблоки я пока вижу, апельсин и бананы. Мне дали лист, там написано, что я могу выбрать. Может, к вам придут кто-то. Наверное, спасибо большое. Наверное, сейчас к нам придут, да, да, да. К нам уже идут. Наташка уже сидит, наверное, кушать хочет. Да, вот со мной подружка. Она застряла во время карантина в Ильяне. А так путешествует между Азией и Африкой. Наслаждается, живет своей жизнью. Вот меню приносят, а никакой живой еды нет. Вот так вот уже с мужчиной из Литвы познакомилась. Дай бог им хорошего отдыха. Ну и нам тоже. Ну что, ребята, смотрите, здесь никакой живой еды нету. Значит, вам приносят меню. Вот наш номер комнаты. Очень долго выясняли. Наконец-то убедились, что у нас фуллборд. И что-то заказываете из этого. Или там чикен, или сифуд, или панир. Дальше чизкейки даже есть. Вообще фантастика. И джусы, соки. Интересно вот. Вот такое вот меню сейчас будем заказывать. Ой, вот принесли наше первое блюдо. Салатик. Вот так эпатажненько выглядит, будто мы в дорогом кафе. И водичку. Водичка входит. В некоторых отзывах было, что водичка не входит. Если видите, она такая не совсем прозрачная. Это называется infused water. Вода инфузория. Видимо, там туфелька. Не, шучу. Там не туфелька, там остаточки фруктов. Это как лимонад какой-то настоянный, не знаю. И дальше нам сейчас будет блюдо выносить по мере изготовления, видимо. Ну круто, как в ресторане, неплохо, в принципе. Не успела я съесть салат, принесли сразу кофе. То есть правильно, по мере изготовления. Изготовили салат, изготовили кофе. Но кофе тоже бесплатно, что радует, входит. Это очень даже хорошо, потому что фуллборд в разных странах отличается. Вот пришла еда. Моя говядина с картошечкой. И Наташкина какой-то сифуд это было тайское, что-то тайское с рисом. Ну, как в ресторане, действительно. Может, это и к лучшему. Не могу, конечно, вам весь набор еды показать, но зато приносят по-королевски. Ну что, все, что мы попробовали, очень вкусно. Моя говядина, Наташкина сифуд, морская еда. Туда входили креветки, кальмары и рыба. Было просто очень вкусно. Короче, кто-то в этом отеле меня их хорошо выпадет. Сейчас последний принесли десертик. Было два варианта, но самый беспроигрышный всегда чизкейк. Не хотите набрать вес, хотите вкусную сладость, сейчас буду при вас пробовать чизкейк. Вкусно. Ребята, этот отель пока все пятерочка. Рекомендую. Вот выходим из нашего отеля и идем на пляжик. Сейчас покажем дорожку на пляж. Нужно пройти через туннель. Идем к туннелю. А вот и он туннель. Все, сейчас будем заходить в туннельчик.